И вновь в начале этого часа познакомимся с этим днём. 7 сентября на календаре. И чем же примечательный этот день, Стёпа? А тем, что, например, сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба. Дата призвана обратить внимание на проблему загрязнения воздуха. Всё это, естественно, связано с экологией и нашим с вами здоровьем. Для решения этой всеобщей проблемы мы должны действовать сообща. Сегодня день рассказывания историй о летних путешествиях. Вот именно сегодня нужно собираться. И говорится, я была вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Хвастаться. В общем, да, будем хвастаться. Прекрасный повод отметить эту дату вечером в компании друзей. Повспоминать, какие яркие события произошли с вами и вашими близкими за прошедшее лето. А свой профессиональный праздник отмечают рыбоводы. Что это за профессия? Вот какая профессия. Речь о специалистах, которые занимаются созданием необходимых условий для разведения рыбы. Её размножением и выращиванием. И, конечно же, потом отловом. Поэтому поздравляем. Ой, как вкусненько, рыбки сразу захотелось. А на Руси почитали святого Тита и прозвали его листопадником. В дни сильного листопада люди шли в лес по грибы. Святой Тит последний гриб растит, говорили они. А сельские мастера старались плести к листопаднику побольше кузовков и корзинок. Ну, соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда. Это жареные со сметаной грибы, грибные пироги, грибные супы. Слушай, прям вот аппетит разыграл. Аж запах, запах, запах. Запах, запах все чувствуют. Да, вот жареная картошечка вот с грибочками. Впрочем, о сборах и заготовках грибов дело в этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. Грибы, конечно, грибами, а молоть бы за плечами. Приготавливали растительные хозяева. Проговаривали. Именины в этот день отмечают Владимир, Иван, Моисей и Тит. Поздравляем.